Здравствуйте дорогие зрители. Сегодня опять с вами мыльная пена. Новости и последние сплетни об актерах и актрисах мыльного мира. Усаживайтесь и смотрите. Итак, актриса Литти, известная по работе в теленавале «Служанка с Манхэттена», попала в очень неприятную историю. Она завела роман с режиссером этого проекта Хайми Сигурой. Что особенного, скажите вы? И будете неправы. Потому что Хайми жена. И женился как раз тогда, когда начались съемки в «Служанке». Ну, любимого он об этом как-то не известен. Жену Хайми зовут Маргарита Кулидо, и она тоже телевизионный режиссер. Но, с другой стороны, какая ерунда. Мало ли в Бразилии Доно Федро. Ну, в смысле, мало ли этих жжет. Жена, как известно, не стена, можно и подвинуть. Тем более, что у Литти и Хайми придет новый проект на телемонда. Им сейчас не до всяких матримониальных разборов. Кстати, ходят слухи, что участие в этом проекте предлагали Мариусе Мару. Ну, что же, подождем. Один источник пишет, что у Марио сейчас на выбор три проекта. Два на телемонда, один на Двине Весье. Ну, в общем, интересно, что же он выберет. И хотим воспользоваться случаем и поздравить Мариус с днем рождения. 1 июня ему исполнилось 42 года. Желаем вам успехов, счастья, здоровья. Ну, и, наконец, побыстрее начать работать и появиться на наших телевизионных экранах. Ну, вернемся опять к сплетням. Мексиканская актриса новоявленная, бывшая экс-мисс мира Химена Наварете, рассталась со своим жеником. Говорят, что ее жених ревновал девушку безумно. Коллеги по работе. Ну, вот вопрос только к какой коллеге или к какому. Дело в том, что у Химены там два партнера. У Илья Леви и Ивана Санчеса. Ну, вот вы на кого ставите? Я ставлю на Ивана Санчеса. Аргентинка Селеста Сид наконец полностью восстановилась после лечения от наркотической зависимости и с утроенной силой принялась за работу. Она не только снимается в теленавиале «Сос Миномбре», но и позирует для журналов, демонстрируя отличную форму. Селеста говорит, что она козерог по знаку лодиака, и если что-то начинает делать, то делает это хорошо. А в данный конкретный момент она полностью погружена в работу. Довольно забавная история произошла с Рафаэлем Амайя. Он посетил свою родную Мексику, и там у него, пардон, свистнули мобильный телефон. Ну, все бы ничего. Ну, одним телефоном больше, одним телефоном меньше. Но вопрос в том, что там в этом телефоне были фото. И фото, мягко говоря, интимного свойства. Ну, вот вопрос-то какой? Были ли там фото только Рафаэля, или были ли там фото его невесты Анхилики Силая? Ну, не знаем, конечно, ну, вот скоро все, наверное, выползет на свет. Вот тогда и полюбуемся. Марьмарвега засветилась голливудским актером Стивеном Дорфом. Они встретились на кинофестивале Ревера Майи. И девушка ответила журналистам так. Я девушка одинокая, свободная. С кем хочу, с тем и целуюсь. А кому не нравится, может не смотреть. Правильно сделала? Луис Фонси женился на своей подруге Агуэде Лопес. Ну и молодец. Тем более, что у них уже есть маленькая дочка, которую зовут Микаэла. Правда, очень забавная вещь. Дело в том, что бывшую жену Луиса зовут Адамаре Лопес. Какое-то нездоровое пристрастие к этой фамилии. Как бы не кончилось все это таким же фиаско, как и в прошлый раз. Венесуэлка Шанталь Бодо родила ребенка и поместила в соцсетях первые фото младенца. Поздравляем! Очень милая мама и очень милый ребеныш. Ребенок скоро родится и у колумбийца Манолу Кардона. Его жена Валерия беременна. Срок беременности где-то 2 месяца. Тут, в общем, что интересно, что Валерия, она племянница президента Колумбии. Манолу сделал, конечно, замечательный выбор. А девушка не только красивая, милая и замечательная, но еще и имеет очень хорошее происхождение. Габи Спино публично ответила на появившиеся в прессе слухи о том, что она и Жан-Карлос Канелло переживают кризис в своих отношениях. Дело в том, что некоторые журналы поместили статьи о том, что Канелло, которая несколько помладше Габи, активно заводит всякие там романы на стороне. Ну вот, Габи теперь отвечает недоброжелателям возмущенно и негодующе и говорит, что ничего подобного, что отношения у них очень хорошие, и они подумывают о том, чтобы завести еще и второго ребенка. Ну вот, на сегодня все. Надеемся, что на следующей неделе новости у нас будут тоже очень интересные и захватывающие. Поэтому ждем вас.